Жители посёлка Шира в Хакасии готовят коллективное письмо губернатору региона и президенту России. Они жалуются на новое жильё. Люди потеряли свои дома во время природных пожаров в апреле этого года. Взамен сгоревшего им построили новое по специальной программе. Но батареи в новых домах не греют, на стенах плесень, не работает даже водопровод. Светлана Гостева продолжит тему. Наталье Леоновой приходится носить дома шапку и валенки. В помещениях холодно. Два обогревателя и печка не могут прогреть даже одну комнату. Кроме этого на стене и потолке растёт плесень. Печку топили, топили. В 2 часа ночи я вставала, в 3 часа ночи я вставала подкидывать угля, потому что дети в доме маленькие. На новое жильё жалуются ещё 68 семей. Все они погорельцы. Весной этого года в Хакасии пожар уничтожил около тысячи домов. Люди долго ждали, когда смогут переехать из временного жилья в новые дома. А переехав, столкнулись с новыми испытаниями. Вот видите, щель какая. Когда морозы, здесь есть морозь. И тут вот всё. А видите, как грибок есть. Уже вздумывается всё. А это всё не сомневается. И что будет? Маргарита Бутенко говорит с трудом, болит горло. От постоянной стырости и холода у неё прогрессирует бронхиальная астма. В соседних домах из-за неисправной проводки нет света, где-то проблемы с вентиляцией, не закреплена сантехника. Но когда погорельцы потребовали помощи в республиканском минстрое, им предложили разобраться с проблемами самостоятельно. Вот так руками отмахивались. Это по закону, это по правилам. Ну вот и решили, раз на нас внимание обращают, мы решили. Закупили батареи. Всё. Пригласила человека. Человек нам всё сварил, всё сделал. Сейчас тепло у нас. Правда, отремонтировать дом за свой счёт могут не все. Количество жалоб на некачественное жильё перевалило за сотню. Только после этого прокуратура республики вместе с Министерством строительства и полицией провели выявные проверки. На сегодняшний день всё, что возможно, подрядчик исправил. Закрепил сантехнику и печные трубы, утеплил окна. Но с ремонтом продекающих крыш и выравниванием фундамента погорельцам придётся ещё подождать до весны. Сейчас зимний период, и там, где возможно устранение сантов подрядчиками, уже эти недостатки устранены. Там же, где необходимо дождаться весеннего периода, поскольку необходимо соблюдение при ремонтных работах температурного режима, то именно генеральным подрядчикам выданы гарантийные письма гражданам о том, что эти нарушения будут устранены в весенний период. Но этим обещаниям погорельцы не верят. Они планируют написать новые жалобы губернатору, а если не поможет, то и президенту. Будут требовать новых проверок и срочного ремонта. В большинстве домов всё ещё холодно и сыро. Суровую сибирскую зиму в них не пережить. Напомню, что власти пообещали пострадавшим построить новое жильё к началу нового отопительного сезона. Владимир Путин взял этот проект под личный контроль. И действительно, дома были возведены быстро. Впрочем, стройка сопровождалась многочисленными скандалами. Прокуратура нашла ряд нарушений. Кроме того, задерживалась зарплата строителям.